Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил жизненный вопрос. Как принимать критику? Критика допустима. И сам Господь говорит в Евангелии от Матфея, если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи его между тобой и им одним. Если ты послушал тебя, тот приобрел ты брата твоего. И дальше Господь говорит, что двоих-трех свидетелей, если не помогут, пусть они вместе обличат. Если нет, то призови всю церковь и вместе с церковью обличай, критикуй. Если нет, то пусть будет этот человек как язычник и мотарь. А как мы помним, язычников и мотарей надо любить. Но уже чуть-чуть их сторониться, чтобы их порокам не приобщиться. Понятное дело, кажется, ситуация ровно противоположная. Тут как ты критикуешь. Но можно себя поставить на это место. То есть если ты видишь, что человек с глаза на глаз тебя как-то обличает, уже к этому надо отнестись разумно, что он это делает не для публики, а правда из этого какую-то пользу можно получить. Если видишь, что даже несколько человек, ну правда может подумать не то, что все вокруг заблуждаются, а я один такой правильный, а может правда в крупице слов есть. Но однако бывает, что вокруг толпа и все считают, люди очень часто распространены заблуждения о вероучении, хотя люди считают себя православными. Или правда очень многие люди поддерживают какие-то злодеяния в полной уверенности в своей правоте, например, об абортах речи, если вести и так далее. Что не всегда решает вот это большинство. Все-таки третий как раз такой признак истины, когда вот церковь. Посмотри, как церковь, как Евангелие об этом что говорит. Поэтому тоже вот критерий церкви и критерий священного писания очень важен. Тебя покритиковали, посмотри, совпадает критика с тем, что говорит Христос в Евангелии, нужно ли что-то исправить. Тогда ты поймешь, это просто на тебя как-то действительно старается уязвить, тебя кто-то ненавидит, тебе кто-то вредит. Или Господь тебе, либо через твоего друга и близкого человека, родственника, либо даже через твоего врага доносит слова о том, что друг, сын мой, ты с Евангелием твоя жизнь не совпадает. Однако бывает все-таки вполне очевидная ситуация, когда критика 100% несправедлива. То есть это даже там маленькие дети, что один ребенок болтает, другому сделали замечание. И взрослый человек знает, что порой вот там, ну даже вплоть до того, что уголовные преступления обвиняют невинного человека. Да, конечно, человек может отвечать, и мы помним. Помним, что апостол Павел, он берет, и когда его на суд Синедриона, он взял и это обратил в некоторую проповедь, сказал о своих фарисейских корнях, сказал, что он сейчас пришел к пониманию воскресения Христова. То есть постарался объяснить, объяснить свою позицию. Говорит, я ничего дурного не делаю. И третья вот ситуация, когда против тебя настроены, настроены радикально, что что бы ты ни сказал, все равно это будет использовано против тебя. Тут, конечно, только терпеть. И кажется, а как терпеть? Ну вот у нас все-таки есть идеальный пример. В Евангелии от Матфея, в последних вот уже таких скорбных главах, которые каждый христианин, конечно, уже с таким сердцем собранным читает, суд над Христом. Пересвященники и старейшины, весь Синедрион, искали лжесвидетельства против Иисуса, что бы предать его. И не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетелей и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И став пересвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И Иисус молчал. Иисус молчал. Господь не дает, он не вступает уже в пустые дискуссии. Поэтому порой некоторую критику надо помолчать, несправедливо, что может быть несправедливо в обвинении против источника жизни, источника добра и любви, как Христос. Вот как раз такая народная фраза «Господь терпел и нам велел» порой относится и к принятию критики. Но в отличие от Христа мы все-таки несовершенны, и нам надо прислушиваться и что-то, возможно, помолчав, правду себе исправить. Продолжение следует...